Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Меня зовут Анна Донсонко. Я менеджер по контролю качества и обучению сотрудников отдела клинических исследований компании ГЛАКСа Смиткляйн. Сегодня мы обсудим с вами тему аудитов исследовательского центра. Как относиться к аудиту, готовиться ли к нему, как пройти аудит без лишнего стресса, а наоборот, с пользой и приобретением нового опыта для всей команды исследования. Аудит в центре. Бояться, не надо радоваться, где поставить здесь запятую, как пройти аудит успешно. Аудит бывает не в каждом исследовании. Коллеги в аудитории, у кого уже были аудиты и, может быть, регуляторные инспекции, наверное, согласятся, что после этих событий появляется больше понимания требований спонсора, что наиболее важно и приоритетно в предоставляемых данных. Чтобы показать отличие аудита от других процессов, давайте посмотрим на его отличие от мониторинга. Если монитор приезжает или связывается с вами достаточно регулярно, помогает в решении рабочих вопросов, консультирует, проверяет первичную документацию и другие документы, то аудитор приезжает всего на несколько дней, обычно 2-3 дня. И именно за это короткое время сформируются его выводы, его впечатления о работе центра на основании проверки данных и обсуждения вопросов с командой исследователей. Аудитор независим от клинического исследования. Сам он исследование не проводит, не вовлечён в обработку данных. Его мнение непредвзятое. По результатам аудита в аудиторском отчёте будет заключение, может ли центр участвовать дальше в клинических исследованиях данной компании и могут ли быть приняты его данные. На выбор центров влияют различные факторы, не всегда понятные. Часто выбирают центры с наибольшим количеством пациентов, что логично, так как на большом количестве данных легче выявить системные ошибки, понять, как проводился протокол, распределялся препарат, оценить перенос данных из первичной документации в электронную карту. Однако аудит может приехать и в центр, не первый по набору в стране. Поэтому не ограничивайте ваши возможности по набору пациентов из-за возможности приезда аудита. Также могут быть и другие причины. Какие-либо вопросы спонсора, необычные данные, например, количество отклонений от протокола, слишком высокое или низкое, количество и сроки репортирования нежелательных явлений и так далее. На гипотетическом графике, изображённом на слайде, можно посмотреть примерный процесс выбора центров для аудита. Это центр с наибольшим количеством пациентов. Это может быть и не один центр в стране, куда может приехать аудит. Как театр начинается с вешалки, так аудит начинается со стартового интервью. Аудит имеет свою программу, это процесс и сосредоточенный аудитор тоже на процессах. На стартовом интервью основной участник — это главный исследователь. Также могут присутствовать другие члены команды исследования, монитор центра по согласованию с аудитором. Но иногда интервью может быть проведено только с главным исследователем. Его подготовка, знания, протоколы, GCP имеют решающее значение для результатов аудита. Аудитор оценивает вовлечённость главного исследователя и контроль за ходом исследования. Также аудитор во время аудита старается охватить все основные активности, проверить все информированные согласия. Аудитор заранее согласует, когда лучше проверить те или иные активности, например, сходить в лабораторию, оценить помещение, оборудование. При проверке оборудования внимание уделяют поверхам и калибровкам. Также проверяют учёт препарата. Часто объектом пристального внимания аудиторов является архив, который не всегда бывает в состоянии идеальной готовности, что может явиться причиной находок аудита, так как долгосрочное хранение документов в надлежащих условиях является важным для компаний-спонсора. Инспекция может приехать через несколько, через много лет после окончания исследования. И тогда очень важно найти и узнать коробку с документами исследования, которые должны находиться в хорошем состоянии. Также много времени на аудите уходит на верификацию данных, проверку, как данные переносятся из первичной документации в электронную карту. И заканчивается аудит финальным интервью со всей командой или только с главным исследователем, где аудитор рассказывает о проделанной им работе, благодарит сотрудников центра, предоставляет информацию о возможных находках. Об их классификации обычно на этом этапе аудитор не рассказывает, так как классификация может быть сделана позже с участием других коллег отдела контроля качества. Аудиторский отчёт обычно отправляется спонсору. Он не находится в файле центра, недоступен другим проверяющим инстанциям, а о результатах аудита обычно сообщает монитор или менеджер, рассказывает, какие были находки и какие нужны коррективные действия. Учитывая большой объём данных, которые проверяет аудитор, вопрос подготовки обычно волнует и сотрудников исследовательского центра, и мониторов. При полномерной, организованной и чёткой работе исследовательского центра его состояние ожидается как аудит, рэди, к аудиту готовое. Специальной подготовки к аудиту обычно спонсорами не предполагается, не существует таких стандартных процедур. При активном участии в исследовании главного исследователя, мотивированной, профессиональной, ответственной команде, аудиты обычно проходят без значительных находок. К аудиту целесообразно освежить знания ключевых документов исследования. Знать, какая сейчас действует поправка к протоколу, какие были версии согласий. Также, особенно в центрах, где проходит несколько исследований, важно помнить, как распределены обязанности в команде. Кто, например, выполняет процедуру информированного согласия, кто выдаёт препарат, кто отвечает за заполнение электронной карты. Так как в разных проектах даже одного спонсора обязанности могут отличаться. Отвечать на вопросы аудитора следует в рамках своих обязанностей и знать, к кому можно адресовать вопрос, если он к вашим обязанностям не относится. Об обязанностях расскажет такой документ, как delegation log. Не всё бывает идеально к аудиту, и в ходе любого исследования это нормально. Перед аудитом, оценивая всё проведённое исследование, важно понимать, какие есть зоны риска, с какими вопросами может обратиться аудитор, с какими неудобными вопросами он может обратиться, подготовить объяснение, как развивалась ситуация, что и как было сделано. И несмотря на помощь и поддержку монитора, проверку перед проверкой, чтобы проверить, насколько все готовы к проверке, проводить не следует. На видеофрагменте на данном слайде хотелось бы обратить внимание на важность построения коммуникации. Обычно аудитор спрашивает, мы отвечаем. Есть стандартный процесс. Наша задача помочь, поддержать, чтобы аудит прошёл гладко. Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом центре, как эту общую информацию. Ну, у нас есть стандартный вопрос. Давайте по нему пойдём? Ну, в общем, да, конечно. Что же следует делать на аудите? Прежде всего, держать своё волнение, если оно есть. Выглядеть спокойно, дружелюбно. Найти в своей команде такого участника, который умеет говорить немного, объяснять кратко и при этом понятно. Мы из лучших побуждений часто стараемся дать как можно больше деталей, объяснить как можно подробнее. А на аудите важен баланс. Дать информацию аудитору так, чтобы он по возможности понял, и в то же время сделать кратко. Это непростая задача. Если вопрос непонятен, а аудитор часто не врач, и все специфики протокола может не знать, и поэтому может спросить довольно общие вопросы, без подвоха, но не совсем понятно, переспросите, уточните. Это даст возможность ответить именно на поставленный вопрос, без лишней информации. Если аудитор не русскоязычный, у вас есть возможность, и вам удобнее общаться через переводчика, общайтесь через переводчика. Это время, за которое можно обдумать ответ и ответить точно на поставленный вопрос. Любые требования аудитора следует выполнять с готовностью, но не поспешно. Спеши, не торопясь, и выиграешь самое главное — время. На видеофравменте, на этом слайде, показано предоставление документов аудитору. Если только аудитор не попросит сразу весь файл в руки, давайте его предлагать самим не обязательно. Спокойно откройте, найдите и дайте только тот документ, который просят, иначе может быть предоставлен большой объем дополнительной информации, другие документы, какие-либо наклейки и заметки в файле, что может вызвать дополнительные вопросы и замечания. Я могу увидеть сайт «Визит» в лоб? Ну, пожалуйста. Что же следует делать на аудите? Продолжая наши практические советы, весь период аудита, хорошо бы оставаться в концентрации, слушать и помнить, что аудитор проверяет не только нашу работу, но и внимательно слушает ответы разных членов команды, пояснения, комментарии, дискуссии. Представляя ответы, важно опираться на факты. Нет требований точно помнить, что, когда, какому пациенту было выполнено. Поэтому, если аудитор уточняет, например, заполнял ли пациент опросник на визите 8, какого числа ЛЭК одобрил поправку номер 2 к протоколу, можно не пытаться вспомнить эти исторические события, а сказать, что я посмотрю первичную документацию и смогу вам сказать точно, будучи уверенным, что в первичной документации вся информация есть. Ответив на вопрос, убедитесь, что аудитор понял ответ. Термины, особенно аббревиатуры, очевидные для нас, могут быть неочевидны аудитору и неверно интерпретированы. В ходе аудита можно понять, на что именно делает акцент аудитор, какие именно документы или процедуры исследования его интересуют больше. Иногда аудитор прямо даёт рекомендации, что ему нужно читать, что ему читать не обязательно, и к нему надо прислушиваться. Обычно первого пациента проверяют долго, читают все визиты, все записи, и затем вырабатывается приемлемый для обоих стиль работы, и уже можно читать в основном записи, данные по которым внесены в электронную карту. Важно слышать и понимать вопрос точно, отвечать на закрытые вопросы кратко, уметь держать паузу. Например, если спрашивают, есть ли в вашем центре лаборатория, ЛЭК, ПКГ, да, есть, или нет. Были ли серьёзные нежелательные явления, были или не были, какие они были, сколько их было, как репортировали. Это темы следующих открытых вопросов. Но на практике до 60% закрытых вопросов мы поясняем более, чем это спрашивают, представляя информацию, о которой нас не просили. На видеофрагменте на данном слайде хотелось показать, как важно знать свою же документацию, находить правильные документы во избежание дополнительных рисков. Если аудитору попадёт в руки документ, о котором он не спрашивал, по нему могут быть дополнительные вопросы, а при долгих поисках снижается впечатление о работе сотрудников. Так, сейчас мы делаем. Это предыдущая. Я делаю виду самую постельную. Что не следует делать на аудите? Гораздо больше советов и историй можно было бы рассказать на тему, чего делать не следует, каким риском и находкам это могло бы привести или привело. Часто мы получаем работу не на начальном этапе, после коллег. Но приняв дела, мы принимаем ответственность всё довести до ума, доделать, исправить, если что-то нужно. И в день аудита не стоит ссылаться на то, что ошибка была сделана коллегой или предшественником. Лучше продемонстрировать аудитору, что проблема понятна и будет исправлена. У любого участника аудита есть право иметь свою точку зрения, обсуждать вопросы, отставить свою позицию, объяснять. Здесь главное — не перейти тонкую грань и не начать спорить с аудитором. Он проверяющий, и обычно споры не приводят к хорошему результату. Не стоит использовать общие слова и выражения, например, «Да, тут у нас ошибка, но больше такого никогда нигде не происходило», или «Все остальные документы у нас в полном порядке». Любая следующая обнаруженная ошибка снижает ценность предыдущих утверждений. Держаться по возможности нужно спокойно не драматизируйте, не нервничайте, не принимайте к себе те или иные жесты аудитора или его настроения. Аудитор может подумать, что для нервозности есть причины в документах. Хотя опытный аудитор хорошо понимает состояние сотрудников, какая-то нагрузка, особенно если это первый аудит. Аудитор успокоит, поддержит, но и при этом правило не предоставляет лишнюю информацию даже в душевном разговоре. Не отменяется. Перейдём от психологических моментов к находкам аудитов. На этом слайде показаны типичные зоны наиболее частых находок, причём они примерно одинаковые для аудитов и инспекций. Как вы можете здесь видеть, по данным аудитов, любезно предоставленными компанией Сирье и данные инспекции FDA, наиболее частые зоны, где были находки, это соблюдение требований протокола, введение первичной документации, обращение с исследуемым препаратом, репортирование нежелательных явлений и информированное согласие. Принципы классификации находок могут отличаться в различных компаниях. Как один из подходов здесь показана совокупность нескольких признаков. Это влияние на качество, безопасность, целостность данных Data Integrity и Safety, частота находок или ошибок и идентификация проблемы или действия до аудита. Примером на входах в области Data Integrity и Safety может быть замечание за не вовремя поданную поправку к протоколу для одобрения ВЛЭК, позднее подписание информированных согласий, нарушение в выдачах препарата. Даже одна такая ошибка может быть поводом для серьезного замечания. В то время как частые ошибки по переносу данных из первичной документации в электронную карту Transcription Errors обычно не сильно влияют на целостность данных и редко являются серьезными замечаниями. Если ошибка была выявлена, объяснена, документирована, обычно можно считать, что наполовину прощена. Если ошибку можно исправить, как говорит восточная мудрость, значит, ты еще не ошибся. И подойдя к концу этого краткого обзора процесса аудита, я надеюсь, что у вас стало немного больше информации и представления, как это проходит, какими моментами можно управлять. И мне вместе с вами, так как это представлено на слайде, хотелось бы поставить запятую в предложение. Следующим образом, аудит в центре бояться не надо, радоваться. Аудит — это новый опыт, новый системный взгляд на привычные процессы, проверка и признание работы вашего центра. Удачных вам аудитов! Удачных вам! Продолжение следует...